Это то, что раздражает достаточно сильно граждан, потому что нам только обещают. И обращаясь к чиновникам, я хочу сказать, что не нужно сейчас делать... Добрый день, друзья! Заметили, как похорошела Москва при Собянии? Я действительно не живу в районе Зюзина, но я живу в Москве. Я москвич, я родился в этом городе, я люблю этот город, в отличие от этих оптимизаторов в мэрии. Меня очень тревожит то, что происходит в нашем городе в последние годы. Ведь то, что творится в Зюзину с 10-м роддомом, это один маленький эпизод большой масштабной атаки на все здравоохранение Москвы. Вот у меня есть две новости. Одна хорошая, а другая совсем плохая. Хорошая новость, вот Замятина я уже упомянул, заключается в том, что в Москве рекордный бюджет. 2,6 триллиона рублей. Ну, для сравнения, вот когда Лужков уходил в отставку, был 1 триллион. А сейчас 2,6, то есть в 2,5 раза бюджет Москвы вырос. Опять же, для сравнения, это в 2 раза больше, чем федеральные расходы на здравоохранение и образование вместе взятые. Можете себе представить, это почти равно всем федеральным расходам Министерства обороны. Вот настолько богатый город Москва. А теперь плохая новость. Мы с вами этих денег не увидим. Вообще не увидим. Знаете почему? Потому что эти оптимизаторы очень специально их распределяют. Мы совсем недавно проанализировали бюджет Москвы, причем не только за этот год, но и за предыдущие годы, для того, чтобы понять, куда, собственно, эти деньги уходят. Ну, казалось бы, столько денег в Москве. Где они? Почему мы их не видим? Сейчас я вам расскажу, куда они уходят. На протяжении всех этих лет они последовательно сокращают расходы на все социальные статьи. С 2014 года, или с 2013 даже, на 8% сокращены расходы на здравоохранение. В Москве за эти годы закрыто 60 больниц. В Москве за эти годы закрыто 400 поликлиник. Это официальные цифры. Они нам говорят, ну это же не совсем закрытие, это такая оптимизация. Две поликлиники объединяют, она становится более эффективна. Но главный итог этой реформы в том, что здравоохранение становится менее доступным. Ведь они уволили за эти годы 20 тысяч врачей. И аппетиты растут. Им мало. А куда эти деньги уходят? В этом году, например, на 30 миллиардов выросли расходы на госаппарат. На зарплаты чиновников. На премии. Вот на то, чтобы вот эта вот мадам из управы подходила к организаторам этой встречи и говорила, Вы про Собянина не надо. Вы Собянина не ругайте. Мы вас забыли спросить, о чем нам говорить. Мы вас, клерков, забыли спросить, о чем нам тут говорить. С 2014 года статья расходов бюджета на благоустройство на фоне социальных сокращений выросла в два раза. В два раза. На плитки, на бордюры. На все это в два раза. Почему? Ну потому что понятно. На зарплатах врачей и учителей воровать очень сложно. А вот на всех этих плитках и бордюрах воровать очень легко. И мы видим, как это происходит. Что с этим совсем делать? Как отстоять роддом в Зюзино? Как прекратить закрытие больниц? Как прекратить увольнение врачей? Что с этим делать? Во-первых, надо этому сопротивляться. И я очень рад, что сегодня в Зюзино люди не молчат. Выходят, высказывают свое мнение. Собирают подписи. Громко, внятно, четко доносят до власти свои требования. Второе. Надо выбирать нормальных представителей во власть. Чтобы они отстаивали ваши интересы. Вот у вас есть депутат Мосгордумы. Где он? Где господин Зверев? Может я просто не заметил его? Посмотрите по сторонам. Видите его? Нет. Возникает вопрос. На кой черт нужен такой депутат? Зачем он нужен? Я понимаю, зачем нужны муниципальные депутаты, которых вы выбирали в 17-м году? Они организуют борьбу. Они защищают ваши интересы. А зачем нужен этот бездельник из Мосгордумы? Гнать его к чертям собачьим в сентябре. Выбирать нормальных депутатов. И донести до мэра Москвы. Напомнить мэру Москвы, бездельникам из Мосгордумы, напомнить департаменту здравоохранения, самое главное, что они должны знать. И о чем они не должны забывать. Это наш город. Это наш город. Это наш город. Это наш город.